МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Поваленные древы и отключение светла на Гомельщине сёння ликвидовали наступство на больниц и шквалистого ветра. И она выховывает чемпионов. Заслуженный тренер Беларуси по плаванне Ганна Букреева отзначая 75-й годзе. Первый спас – мятку припас. Сёння у православных распачался Успенский пост. А зараз об этом иншим больше подробязна. Керавник державы сёння с рабочой поездкой наведал Могилевскую в область. Фокус президентской ревизии на пауднево-усходние районы. Свой визит Александр Лукашенко анонсовал подчас недавних кадровых назначэннях. Для активизации социально-экономичного развития этих территорий были приняты указы про грамм, различные до 2020 года. Размобы о формации Климовицкого, Костюковицкого, Черыковского и других районах. Зараз треба объективно оценить попередние выники. Вядома есть динамика. Завершенные некоторые проекты у древа процессы, створенные рабочее место у бизнеса сяродзи, а леу целым не без проблем. По дневому исходу сёння была присвечена особная нарада. Першопочатковой керавнику державы доложили об стане справ у Могилевской в области и о ее болевых кропках. Еще в початку года президент неодноразово критиковал регион за слабые показчики. Были приняты кадровые решения. Поднимать в область был отправленный экс-министр сельской господарки. Леонид Заяц сегодня доложил об изменах. Повеличили экспорт, снизили колькость стратных предприемствов, растясь средняя заработная плата. Актуальная тема – уборочная кампания. В области плануют завершить жниво за 4-5 походливых суток. Опошнее неколькиден президент заслуховывал доклады и министра сельской господарки, и керавника Витебской в области. Основное потребование – усе тоешь – не сменшать темпы уборочной кампании и инших сельхазработ. Если вы в траншею у рукава закладываете, вот мы вчера с Шельсеновым обсуждали эту проблему, зерно закладываете, надо жесточайший контроль. Особенно в Могилевской области. Потому что, правильно ты заметил, дисциплины здесь нет. Технологической дисциплины нет. Все по старинке. Не во всех, конечно, хозяйствах. Но в хорошей половине думают, впихнем это зерно в рукав без консерванта, и будет хорошо. Не будет хорошо. В лучшем случае будет, как у народа кажут, кислотек. А в худшем случае все сгниет. Поэтому надо взять под контроль. И тот недобор, который, возможно, будет по колоссовым зерновым, надо восполнять кукурузным зерном. Поэтому сушить кукурузное зерно дорого. Неизвестно, какая, что будет погода. Поэтому там, где надо сушить, если половину вы решили сушить на зерно, для птицы и свинопоголовья. Ну, а остальное зерно надо, чтобы подешевле его хранить. И мы уже это научились. Если в полиэтиленную рукава положить кукурузное зерно, да любое зерно, оно прекрасная сохранность, и поедаемость животными очень хорошая. Вот вчера мне Шерстнов рассказывал, что даже в Витебской области они уже за год попробовали и поняли, что это хороший технологический прием для того, чтобы как можно дешевле сохранить кукурузное зерно. Обязательно это надо делать. А вот рыбная господарка – один из приоритетов Держпрограммы до 2020 года. Основное предприемство по гадаванне форели «Лахва» находится минавито у Могилевской области. Его так само агледзю президент. На территории находится рыбогадавальник. Тут что год выпускают 700 тонн товарной форели. Это значит полный ланцужок, малек, вытворчесть, перепроцовка. Продукция у соотносенных 50 на 50 идет на внутренний рынок и экспортуется в Россию. Тут для рыб санаторные умовы, высокопротеиновый корм, уникальной частини артезианская вода, за ее станом сочить компьютер, деталевая справоздача по СМС приходить рыбоводу. Президент продегустовал форель гарачага и холодного венджаня червоную икру и отзначил их высокие смаковые якости. По выниках наведывания предприемства Кировник Державы доручил актуализовать национальную программу по развитию рыбогосподарчей деянности и представить ему отповедные пропоновы до конца года. Протягиваем выпуск. Передвыборная агитация на парламентских выборах у Беларуси стартует в середине Кастричника. Об этом сегодня у пресс-центра Белта поведомила журналистом старшиня Центра выборка Малидия Ярмошина. И она расслумачила, что передвыборная агитация начинается после регистрации кандидатов у депутаты. Так, их вылучение завершается с 7-го Кастричника. На регистрацию отводится 10 дней. Это значит, что передвыборная агитация начнется после 17-го Кастричника. Выступления кандидатов у депутаты по радуе и телебатчане стартуют 20-го Кастричника. Для кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, планируется вылучить эфирный час на канале «Беларусь-3» по Минской области на СТВ. Тим, кто будет вылучаться по областях, час продоставить областные телерадио-компании. Радио-выступления будут размещаться на областных державных радиостанциях. Что тычется друкованных выданий, то для публикации программ кандидата у депутаты плануются две центральные газеты «Звязда» и «Республика». Находаем выборы у Палату представников, призначенные на 17-го листопада у Совет Республики 7-го листопада. До инших тем. У вынику непохадзи, якая бушевала у регионе на передадни, зафиксованы множные падения древ и отключения электроэнергии у населенных пунктах. Штормовое попереджение за навальниц ливня и шквалистого ветра дейничая в Беларуси уже другий день. В нашем регионе больше за всех потерпел Гомельский район. Увесь этот день там протягивались работы по одновлению подачи электроэнергии и ремонте пошкодженных ветром по будову. Сорванные дахи, оборванные проводы и поваленные огороджи сустракаются по всей территории района. Але больше за все досталось лесным насаджением. Знищены сотни древов. Усяго за 20 хвилин ураган у Гомельским районе у промым сэнси наломал дров. С 18 до 19 годин 13-го жнивня по территории в области пройшел на вольничный фронт с мостными дождями и порывами ветру. У вынику обесточенными оказались 39 населенных пунктов Гомельского района. Переважно у Тярухским, Марковицким и Чаратянским сельсоветов. Ликвидовать наступство урагану пошли неоткладно. Создан районный оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и чрезвычайной ситуации. Подключили сразу и руководство Гомельского районсполкома, и большая благодарность руководству Гомельского районсполкома. Лично губернатор Геннадий Михайлович Соловей выезжал на территорию района, на территорию конкретно этого сельсовета и оказал действительно посильную оперативную помощь для решения создающей ситуации. Значит, за ночь, прежде всего, были расчищены дороги от упавших деревьев, для того, чтобы беспрепятственно могли проехать все оперативные и экстренные службы. Началось восстановление по электроснабжению. За ночь было взроблено немало. Постане на сегодняшнюю ранницу электроэнергию обновили у 20 населенных пунктов. За непогоди так само были обесточены и 17 молочно-товарных ферм, больше 250 трансформаторных подстанций и иншие объекты. Над обновлением электрозабеспечения працевали 15 аварийных бригад районных электричных сеток. Вот 10 киловольт линия сейчас натягиваем. Дальше вот 0,4 киловольта по деревне тоже порваны провода по обрывалу, ветки деревьев опять же. Большой объем работ потребуется не меньше суток. Ну, очень много, да, случилось за буквально 10 минут этого урагана, что тут прошел. Стараемся быстро все делать, чтобы люди как бы без света уже тоже все волнуются, переживают. На предприятиях, где-то магазины, то есть все, поэтому стараемся максимально быстро все делать. Однако головное, что погрозы житю и здоровью людей не ма. До речи на протягу дня с жихрами наибольшь потерпелых населенных пунктов сустракались и представники мясцовой улады, как высветлить проблемные питания и организовать допомогу. Приватным подворкам и территориям держпродприемствов ровная увага. Сегодня со мной директор Центра социального обслуживания. У вас на территории Маркельского сельсовета достаточно много одинокопроживающих людей и инвалидов. У меня здесь почти все одинокие, одинокие. Престарелых. Сегодня уже соцработники сейчас выходят, обзвонят, кому какая необходимая помощь. Ну, вы же понимаете, пожилые люди. Не дай бог, кому продукты, что-то. Не зря я с собой руководителя взял. Сегодня же окажем помощь. Функционование молочно-товарных ферм Стяхродимы и Саугаскомбинат СОЖ забеспечивают генераторы жильево-коммунальной господарки, районных электричных сеток и подразделений МНС. Были задействованы силы и средства органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также других структур. Всего было задействовано 8 автономных генераторов, которые обеспечивали бесперебойную подачу электроэнергии объектам хозяйствования. В данный момент на территории Гомельского района работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая определяет размер нанесенного ущерба. Ганна Корольчук, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района. Моцный ветер с ливнями, что пройшел учора в регионе, нанес серьезную шкоду сельской господарцы. Зараз ведется инвентаризация посева у кабудокладниц, какие площади потерпели и в каких объемах. Хлеборобы прикладают все на маханник, абустислый термин завершить жниво. Аграры семи районов в области убрали сборживая большим на 90% площадь. В середнем по в области обмолочено 83% посевов. Собрано 590 тысяч тонн сборжа нового ураджаю. В середнем с одного гектара намолочивают 22,2 центнера. Есть ряд районов, у которых цифры значительно выше. Например, Житковический район и Мозорский район. У них цифры высокие. Но можно говорить еще более детально о сельхозорганизациях. У некоторых тоже очень существенные цифры. Допустим, в Реческом районе, Холмич, у них в среднем урожайность любых культур составляет 53 центнера с гектара. До речи сирот культур самую высокую урожайность дае пшаница 26 центнеров с гектара. У той час, як житое овес, по 20 центнеров. Яшмени тратикали 21. У кошта держзаказу сдадено больше, як 60% от запланованного объема. Так само в области подрихтовано 30% хлеба под сурепицу и азимы рапс, у некоторых в сельгазпортприемствах приступили до сяубых этих культур. Дажды на вольнице чекаются у Беларуси 15-го жнивня. У четверг будет воблачно. У день с прояснениями. У ночи на большей части территории краины пройдут с дажды местами на вольнице. У день опадки чекаются переважно по полнёво-усходной части краины. В особных районах макчим и туман. Ветер прогнозуется полночь на заходни 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Температура поветра в нашем регионе складе у ночи до 18-ти и у день до 19-ти градусов тепла. В остатние дни тыдня дожжи спынятся, поветра прогреется до 24-х градусов. Завтра помощник президента Республики Беларуси инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко проведет промую телефонную линию и прием хромадян у Калинковицким райвыконками. Нумер промой линии 8-023-45-3-17-09 и она пройдет с 14 до 15-ти годин. По завершении отбудется прием. Увага потребуется попередний запись. Семья к каждому дитяте. Сегодня у Гомеля обмерковали пытания реализации права неполнолетних на проживание в семейномацияре. На конференции так само расповяли про выноки проекта «Социальный патронат семей», о которых выховывают детей с инвалидностью и с особенностями психофизичного развития. Подробwegen у Вероники Хамзюковой. Проект «Социальный патронат семьи», в которых выховывают детей с инвалидностью и с особенностями психофизичного развития уникальны для Беларуси. Наша область стала першим, Редион реализовался. Его отделники семьи из Чигуночного района Гомеля, Рогачева и Речицы. И когда ребенок перестает бояться людей, когда ребенок выходит на улицу, когда ребенок готов отвечать, пусть взглядом или каким-то жестом, но на те слова, которые ему говорят люди, это и есть тот результат, который мы хотели достичь. Основная причина, по какой хлопчики и девчонки из инвалидности утрапляют у детячей домы – страх батьков и неведание, как складеться життя семьи с детем за собливостью. Мета-проекта – научить батьков разуметь своих детей. Старшиня Гомельской громадской организации до помоги детям-инвалидам Наталья Семеняка сама выховывает дачку, у которой есть проблемы со здоровьем. Я и мама, и специалист, и, наверное, это особенно важно для тех семей, с которыми мы работаем, потому что, конечно, как маме они, наверное, больше доверяют и больше отзываются на нашу работу. Поэтому, в общем-то, весь тот опыт, который у меня был, я постаралась его в том числе использовать в этом проекте. Приоритетные на прамке деянности ЮНИСЕФ – семья и инклюзия детей с инвалидностью. Менторы проекта имкнутся подключать до працы сферы эдукации, социальной обороны и охоты здоровья. Подчинать уключение у життё громадства детей с инвалидностью треба с их народжения. Вот таким выпадком у детят изъявляется махчимость жить не только у семейного сяроди, али и вести життё звычайного человека – працевать, вучиться, подорожничать. Проект значим не только для Бомберской области, но и для всей республики в целом. Поскольку, как ЮНИСЕФ, мы ориентированы на то, чтобы каждый ребёнок имел право и возможность проживать в любящем и поддерживающем окружении. Почему в Гомеле? Потому что здесь получилось создать команду, именно межведомственную команду специалистов, которые при определённой поддержке смогли организовать тот подход, который позволяет предупредить попадание ребёнка в интернатные учреждения. Организаторы выполнены, что проект будет протягиваться. В наступный раз у якости наставников будут батьки, которые прошли научение и могут поделиться своей историей и опытом. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Ветеран спорту, судья международной категории и заслуженный тренер в Беларуси по плаванию Ганна Букреева означает юбилей 75 годов. Сегодня с днём народжения ей веншовали сябры коллеги и выхованцы. Её работная биография началась в 1969 году. По закончению Казанского педагогического института Ганна Букреева прибыла на тренерскую работу в Гомель. Её укладу развития плавания в нашем регионе складана переоценить. За 50 годов тренер подрихтовала больше, чем 30 майстров спорта. Её учени становились переможцами и призерами олимпийских гульняв и першинствов света и Европы. Юбилеор выховала великую колькость спортсменов высокого международного класса, среди которых чемпион света и двухразовый удельник олимпийских гульняв Яуген Цуркин. В знак подяки сегодня двое ей выхованцев подарили тренеру свои узнагороды. Именно Анна Павловна Букреева привила именно ту любовь к плаванию, которую я пронёс через всю жизнь. И уже достигнув 40-летнего возраста, я вернулся в плавание. И если бы не было того багажа, которым не привила Анна Павловна, то я бы, наверное, сейчас бы и не достиг тех результатов, которых достиг. Зараз Ганна Букреева, разом с дачкой Антониной, рыхтуя подрастающее поколение у спортивной детячей юнацкой школе Олимпийского резерва номер 7 и працуя старшим тренером национальной команды Беларуси по плаванию. Фраза «Вся жизнь в движении» – это вот и как раз абсолютно подходит ко мне. Утром я встаю, у нас в 7.15 начинается тренировка с малышами, мы работаем. Потом подъезжает, например, доцентрализованная подготовка, подходит Цуркин до Брицы. Ещё там пару спортсменов. Начинается это, перерыв, отдых. Затем вторая тренировка. Ну и домой приезжаю в девятом часу. То есть я ещё раз повторяю нашу жизнь в движении. И ещё один день народжения. Правда, у сего 18-й. Сегодня означает самая буйная радиостанция в области – Гомель-ФМ, якая вещая на частоте 101,3 ФМ. Аудитория слухачев не только у сего Гомельской области, а и прилеглые районы России и Украины. В республиканском рейтинге Гомель-ФМ у десятца самых популярных. Гэта динамичная, яркая и позитивная радую, якое я отповядаю всем потребованиям сучасного слухача. Творчая команда каждый день створает приемный настрой и дарит радость слухачам. На хвалях Гомель-ФМ только самые свежие хиты, айчинной и замежной музыки. Апошние новины политичного, экономичного, культурного и спортивного життя краины и света. Интерактивы, а так само разностайные, интересные проекты. Среди самых вядомых – кинотрейлер, несокретные материалы, гуль нерозуму, легкая подорожжа, зорная кухня. Сегодня у православных верников распачался Успенский пост, який протягнется два тыдни. Первый день у народа называют «мядовым спасом». Гэтаму святу надается великое духовное значение. Яно мая давние традиции, якие передаются с поколения у поколения. «Намядовый спас» – людзеня суть у храм для свячения, мед и воду. До речи, Успенский пост изъявляется одним из самых строгих. Их говорка не только об харчавании. Гэта свой особливый этап у подрыхтовцы души и тела верника до вельми значного свята. Успенне про Святой Богородицы, якое означается 28-го жнивня. Нагадаем, 19-го жнивня православные сустренуть «Яблочный спас», а 29-го – «Ореховы». Гэта и атак сама иншая новинны вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На хэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нетрезвая жительница Рогачева, воспользовавшись домашним телефоном знакомой пенсионерки, сообщила, что в райцентре готовится теракт. Звонившая задержана. Вчера в 19.25 на спецлинию 101 позвонила неизвестная женщина и сообщила об опасности, которые ожидают горожан, проживающих в одном из районов Рогачева. Правоохранительные органы оперативно установили номер и адрес телефонного абонента. Предварительно установлено, что 43-летняя неработающая жительница районного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в дом знакомой пенсионерки и попросила воспользоваться домашним телефоном. Набрав номер экстренной службы, женщина сообщила, что в городе готовится теракт, после чего вышла на улицу. По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Органы внутренних дел акцентируют внимание, что по каждому факту сообщения об опасности возбуждается уголовное дело. И если шутник будет признан виновным, ему придется не только нести уголовную, но и материальную ответственность, равную сумме, которая была затрачена на проведение специальных мероприятий. В связи с этим напоминаем об уголовной ответственности, которая в подобных случаях наступает 14 лет за такие противоправные деяния и призываем отказаться от совершения необдуманных действий и поступков. В ОВД также добавили, что санкция статьи «Заведомо ложное сообщение об опасности» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Попался на кражи повторно и к тому же стал подозреваемым в хранении наркотиков. В Гомеле во время задержания мелкий воришка выбросил пакет с марихуаной. Накануне в оперативно-дежурную службу советского РОВД Гомеля поступило сообщение от работника магазина, который сообщил, что задержал вора. Прибывшие сотрудники милиции выяснили, что задержанный пытался совершить кражу, но охранник заметил это. Воришка выбежал из магазина и, выбросив на улице полиэтиленовый пакет с травой, забежал в другое здание. Там он и был задержан. Сотрудники милиции нашли выброшенный сверток и передали его специалисту управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Экспертиза показала, что внутри находилась марихуана весом более 36 грамм. В отношении неработающего ранее судимого за кражу 31-летнего гомельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». В феврале 2019 года мужчина вернулся из мест лишения свободы, отбыв 8-летний тюремный срок. В Калинковичском районе 9-летний мальчик получил травму при ударе молотком по найденному им строительному патрону. В минувший понедельник из деревни Александровка в больницу доставили ребенка с орваной раной пальца правой руки. О пострадавшем сообщили в районный отдел внутренних дел. Сотрудники милиции, прибывая на место, выяснили, что мальчик нашел строительный патрон вблизи заброшенного здания и принес его домой. В это время во дворе дома отец ремонтировал велосипед. В момент, когда папа отвернулся, мальчик взял в руки молоток и стал им бить по патрону. Раздался взрыв. Ребенок получил телесные повреждения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра пройдет жеребьевка полуфинальных матчей по хоккею Кубка Руслана Салея. Финалисты будут определены уже в эту субботу. Заключительные встречи состоятся 17 и 18 августа на льду Оршанской ледовой арены. Напомню, сейчас «Рыси» находится на второй строчке турнирной таблицы. У гомельчан в активе 13 очков. На бал впереди находится Гродненский Неман. Замыкает тройку лидеров. Оршанский локомотив. Он отстает от представителя Гомельской области на два очка. Гомельчане примут участие в международном юношеском футбольном турнире имени Юрия Курненина. Соревнования соберут 8 команд, в составе которых выступят ребята не старше 2004 года рождения. Группу «А» составили «Динамо Минск», «Московский Спартак», «Латвийский Сконта», «Гомель А» группу «Б», «Московская Динамо», «Гродненский Неман», «Столичный РЦОР» БГУ и «Динамо Брест». Турнир пройдет в Минске с 15 по 18 августа на столичном стадионе «Динамо Юни» в память о чемпионе СССР Юрии Курненине. Защитник Андрей Иванов подписал контракт с зелено-белыми. Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до конца сезона. За Рыси и россиянин будет играть под номером 11. Иванов начинал свою карьеру в резервной команде «Санкт-Петербургского Зенита», за которую провел более 70 матчей. Затем на правах аренды защищал цвета Мордовии. А в сезоне 2017-2018 выступал за Томь. Последним клубом в карьере российского футболиста был Ярославский Шинник. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.